Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. Олесь Куламеса. Быть рядом. «Добрый день!» – поздоровался седоватый мужчина лет сорока, останавливаясь в двух метрах от меня. «Добрый!» – ответил я, замедлив шаг. «Меня зовут Игорь Олегович Белых». Он протянул мне визитку. «У вас найдется для меня несколько минут?» На его угольной черной карточке было только имя и два контактных телефона – городской и сотовой. С другой стороны то же самое, но по-английски. «Да, конечно. В чем дело?» «Присядем?» – он указал на скамейку. «Сидя, разговаривать удобнее, не так ли?» «Так в чем же дело?» – поинтересовался я, когда мы сели. Игорь Олегович раскрыл дипломат и достал тоненькую прозрачную папку. Протянул мне. «Посмотрите». «Я открыл ее». «Узнаете?» – спросил Белых, когда я просмотрел содержимое папки. «Да, удивленно», – сказал я. «Это результаты тестов. Вот это тест эмпатических тенденций Мегробяна. Это экспресс диагностика эмпатии по Юсупову. Потом тест определения эмпатии, диагностика эмпатии Зейра. Вот это тест Кэттелла, шкала 1. Ну, а это…» «Я взял последний лист. Диагностика уровня эмпатических способностей побойка. Но мы делали очень много разных тестов. Почему здесь результаты только по эмпатии?» Игорь Олегович улыбнулся и пригладил волосы. «Дело в том, Василий, что все прочие ваши способности нам не так интересны». «В каком смысле?» «В прямом». «Василий, я хочу пригласить вас на работу. Мы тщательно изучили результаты тестирования по вашему факультету. У вас показатель способности к эмпатии самый высокий, поэтому вы нам подходите». «Наверное, ляпнул я не в попаду. А что за работа?» «Лучше, чем ваша нынешняя». «Разве вы знаете, где я работаю?» «Знаем. Это еще проще, чем получить информацию о результатах вашего тестирования». «Ну, протянул я. А что еще вам известно?» «Василий, не надо скепсиса», – спокойно улыбнулся Игорь Олегович. «Я хочу вам предложить работу, где вы можете использовать свои способности в полной мере». «Ведь вы не для того, надеюсь, учитесь на психологическом факультете, чтобы после окончания продавать бытовую технику в салоне, но уже на полной ставке». «Я кивнул». «Действительно, нынешней работы я не тяготился, но будущего в ней не видел. А вот по специальности пойти, да еще сразу на хорошее место – это редкая удача». «А что за работа? Можно подробнее?» «Работа хорошо оплачивается. Во время стажировки вы будете получать 40 тысяч рублей, потом 60». «Ого!» Я не смог сдержать удивление. «Так много? Почему сразу столько?» Игорь Олегович хитро улыбнулся. «Потому что нам интересны не ваши знания, Василий, а ваши способности. Ваша высокая, да что там, очень высокая эмпатия. В нашей работе это самое главное». «Ну а что делать-то надо?» «Нельзя сказать, что Игорь Олегович меня убедил, но, по крайней мере, определенная логика в его словах была». «Применять свои способности. И все». «И все?» «Может, расскажете поподробнее?» «В этом нет необходимости». Белых поднялся, взял у меня папку и спрятал ее в дипломатах. «Вы все равно согласитесь. Наша деятельность не противозаконна, более того, она одобрена властями. Мы служим обществу, платим хорошие деньги, даем простор для использования вашего потенциала. Ну и, кроме того, вам просто интересно. Ведь так?» «Я машинально кивнул. Потом спохватился, намотать головой, мол, и вовсе неинтересно, было глупо». «Отлично. Завтра я жду вас в 10 утра у себя». Белых назвал адрес и пояснил. «Это в трех минутах ходьбы от Лубянки. Когда подниметесь наверх, позвоните по любому номеру из визитки, и вас встретят». «Но у меня завтра...» «Не волнуйтесь», – перебил Игорь Олегович. Инга Вячеславовна заболела и пары отменили, а замену не поставили. Думаю, староста еще позвонит вам. «В этот момент у меня запиликал сотовый». «Ну вот, видите», – засмеялся Игорь Олегович, глядя на мою вытянувшуюся физиономию. «Точно по расписанию». «До завтра». Он кивнул и пошел прочь. «Подождите», – окликнул я его, не обращая на треле телефона. «Вы что, в ФСБ работаете?» «Почти», – улыбнулся Игорь Олегович. «Почти». Я подышал на стекло и соскоблил ногти мыней. Все равно ничего не видно, снаружи окно заляпано грязью. Ругнувшись про себя, я натянул перчатку. Троллейбус, зажатый в пробке, дернулся и проехал еще десяток метров. Один в один я сейчас. Михась Балашевич перед срывом говорил что-то похожее. Мол, зажали, взяли за жаброй, выжили досуха. Через неделю он напился до чертиков и слетел с набережной, пробив машиной ограду. Эх, Михась, три года отпахало. Большинство через год уходит. А больше двух лет почти никто не выдерживает. Разве что я уже четыре с половиной года в конторе. На боевом посту. И только сегодня сорвался. Троллейбус остановился, и я вышел на остановке, едва не поскользнувшись на мокрых ступеньках. Спас поручень. А мне бы сейчас такое не помешало, только где взять. Дул сильный ветер, в свете фонарей танцевали снежинки. Я поправил шарф, подтянул перчатки и подошел к киоску. За павильоном остановки, въезжая и смеясь, сновала ребятня, пацанята лет двенадцати. Пулялись снежками, благо погода что надо, вот теперь еще не закончилась. Один из мальчишек, пробегая мимо, поднырнул под поперечную перекладину металлического каркаса павильона, но под снегом оказался лед, и мальчишка, поскользнувшись, ударился лицом. Никто из стоящих на остановке людей не шелохнулся, чтобы помочь ребенку, а его друзья, испугавшись, куда-то исчезли. Он лежал один на снегу, закрыв лицо руками и рыдая на взрыд. Маленький одинокий человечек в самом сердце снежного королевства, где без отдыху прогуливается снежная королева. Самое время было бы пожалеть мальчишку, но без аппаратуры это сделать невозможно. Ну и пусть. Я подошел к пареньку и, присев над ним, аккуратно отнял руки от лица. Тише, боец, успокойся. Дай посмотрю, что у тебя. Мальчишка зашелся новыми рыданиями. Жалость сжала горло, но без аппаратуры я бессилен. Давно шла речь, что ведутся разработки, которые позволят создать маленькие карманные кристаллы, но дальше разговоров дело не шло. Что ж, остается простое человеческое участие. Никакой машинерии и мистики. Я зачерпнул горсть снега и протер мальчишке лицо, убирая кровь. Пацаненок тихо заскулил, но сдержался, не заревел. Молодец, казак. Дай-ка я посмотрю, что у тебя с зубами. Я приподнял опухающую на глазах верхнюю губу. Ну, уберем здесь кровь и все станет понятно. Ага, зубы целы, челюсть вроде тоже. Похоже, мальчишка отделался расквашенным носом и разбитой губой. Я еще раз протер его лицо снегом и, поднявшись, поставил парнишку на ноги. Он покачнулся, но устоял. Я убрал руки. Мальчишка стоял сам, без моей поддержки. Ну, значит, и с головой все в порядке, а то ведь мог черепно-мозговую схлопотать, когда облет хряснулся. Его друзья пугливо сжались метрах в двадцати от павильона остановки. Я подозвал их движением руки, они осторожно приблизились. Помогите ему дойти до дома, ясно? Они быстро закивали. Я обратился к пострадавшему мальчишке. Ну, давай, герой, топай! Он попытался поблагодарить, но разбитая губа мешала говорить. Я похлопал его по плечу и вернулся к киоску. Возможно, мне показалось, но люди избегали моих взглядов. Я хмыкнул и отвернулся к витрине. Сегодня на душе было совсем погано и хотелось себя как-то порадовать. Я купил три двухлитровых пакета яблочного сока. Посижу, попью. Напиваться уже давно не помогает. От остановки до дома две минуты, но я шел дольше. И не то чтобы от усталости. Да, день выдался тяжелый, я сильно вымотался, однако дело не в этом. Просто было очень сложно заставить себя двигаться быстрее. И хотя ветер, бивший в лицо, торопил зайти в тепло, я не ускорил шаг. Иногда бывает так. Хочется остановиться. Я хочу сказать не просто остановиться и замереть на месте, а по-другому остановиться в более широком смысле. Чтобы перестать бегать, суетиться, работать как проклятый. Ну, то есть остановиться. Плотно. Наглухо. Может быть, навсегда. Этаж у меня второй, так что предпочитаю обходиться без лифта. Свет в квартире зажигать не стал, хватает и света от фонарей на улице. Живу я один. Мать умерла 8 лет назад, а отец живет с новой семьей и постоянно мотается по командировкам. Я разделся. Включил на ноутбуке саундтрек из Амели и залез под одеяло. Надо немного отдохнуть. Завтра буду решать, что делать. Снилось что-то нейтральное. Неплохое, нехорошее, но именно этого и хотелось. В этой серости было спокойствие, от которого не хотелось уходить. Просыпаясь несколько раз, я заставлял себя засыпать снова, лишь бы не возвращаться в реальность. Около часу дня, несмотря на все старания, проснулся окончательно. И хотя спать решительно не хотелось, еще заставил себя и полчаса лежать с закрытыми глазами. Потом поднялся. Голова гудела, все тело ломило. Это последствия слишком долгого сна. Сонное отравление. Теперь весь день буду такой вялый. Душ, разумеется, не помог. Постояв минут десять под горячей водой, я вышел из ванны таким же сонным. Завтракать не хотелось совершенно, сил хватило только на сок. Выпил два стакана и поплелся чистить зубы. Закончив все традиционные утренние процедуры, я осознал, заняться больше нечем. Даже на работу идти не надо, спасибо графику день через три. Остается лишь переживать или пережевывать вчерашнее происшествие. А вот этого как раз и не хотелось. Я отправился на кухню и достал аптечку. Там у меня хранилось снотворное. Так, на всякий случай. Выпив две таблетки, я снова забрался под одеяло и очень скоро вырубился. Проснулся я вечером около десяти. Есть по-прежнему не хотелось, но таки заставил себя проглотить пару бутербродов. Сок я допил, но идти в круглосуточный ларек не хотелось. Обойдусь чаем. Стоя у окна и наблюдая за машинами, проносящимися по проспекту, я почувствовал, что мне необходимо поговорить хоть с кем-нибудь. Я включил мобилу. Странно, этот номер у меня уже три года, а телефонов в справочнике скопилось меньше трех десятков. И то большая часть какие-то справочные, заказ пиццы и тому подобное. Впрочем, ее номер сохранился. Я не решился позвонить и выбрал номер отца. Стерильный женский голос предсказуемо ответил, что абонент вне зоны доступа. Тогда я собрался с духом и позвонил ей. Она не ждала и не обрадовалась. Вася, уже полодиннадцатого недовольно пробурчала она в ответ на мое «Привет, это я». Я уже почти сплю. Прости, мне просто очень нужно было с кем-то поговорить. Ясно. И я этот самый кто-нибудь. Ну, разумеется. Ничего другого я от тебя и не ожидал. Нет, ты не понимаешь. Мне просто надо поговорить. Знаешь что? По-моему, мы расстались не настолько хорошо, чтобы ты звонил мне и плакался в жилетку. Когда мне нужно было с тобой поговорить, ты вообще не брал трубку. Я промолчал. Она права. Я тогда не знал, как расстаться по-нормальному, вот и сделал, как сумел. Плохо сделал, не по-людски. Хорошо хоть передал дело Насте ребятам, но благодаря их присмотру ей было не так больно, как могло бы. Я... Не оправдывайся. Я не хочу это слушать. Ты никогда не умел вести себя по-мужски. Спокойной ночи. Я не стал ей перезванивать, разумеется. Заварил чаю и присел у окна с дымящейся игрушкой в руках. В этот момент запеликал телефон. Настя. Привет, это Иван. Как ты там? Мы тут волнуемся. У тебя все в порядке? Я сбросил звонок и отключил сотовый. Вот с ним я сейчас точно не хочу общаться. И не только сейчас. Я вообще больше не хочу там работать. Сколько можно? И за дня в день одно и то же. Работа на износ. Постоянное наблюдение людской боли. Я за четыре года такого насмотрелся, что не каждый опер видел. Кровь, грязь, страх. Удивительно, что меня настолько хватило. Нет, это уж пошло оно к черту. Я отключил. Я отключил еще и домашний телефон. Ну, естественно, из конторы. Позвони в офис, это срочно. Хрен вам срочно. Можете считать, что я уволился. Я стер письмо и отправился в ванную. Наполнил до краев и залез отмокать. Пролежал так, пока вода не остыла. Потом спустил эту и набрал новую. На душе все так же пусто и никаких желаний. Так и лежал. В дверь позвонили. Пусть их, не открою, не хочу. Звонок прозвенел еще пару раз и замолчал. Ну и хорошо. День тянулся очень медленно, несмотря на фильмы и интернет. Я уснул глубоко за полночь. Зато без снотворного. На работу мне к девяти, так что в конторе наверняка уже все поняли. И хорошо. Почту я проверять не стал и телефон не включал. Этим утром я, наконец, почувствовал голод и приготовил себе яичницу с жареной колбасой. Не без удовольствия съел. Около часа захотелось прогуляться. Я натянул одежду и вышел. И у лифта столкнулся с Игорем Олеговичем Белых, моим шефом. Рад, что ты жив, протягивая мне руку, улыбнулся он. Мы уж волноваться начали. Ребята к тебе вчера приходили, Борис со Славиком. Потоптались у двери, но тебя вроде дома не было, или ты не хотел их видеть? Не хотел, буркнул я, пытаясь обойти Белых. И вообще, я уволился. Понимаю, кивнул он, заступая мне дорогу. Может, поговорим? О чем? Я не оставлял попыток избежать разговора. О тебе, о конторе. Игорь Олегович держался крепко и понемногу теснил меня от лифта. Пришлось сдаться. Ладно, что вы хотите? Во-первых, зайти в квартиру и выпить кофе. Ладно, мы вернулись в квартиру. У меня только растворимый, предупредил я. Сойдет. Сахар нужен? Нет, спасибо. Игорь Олегович пригубил кофе и довольно зажмурился. Я молчал. У меня была тяжелая ночь, пояснил шеф. После такого кофе самое то. Так о чем вы хотели поговорить? Белых отхлебнул кофе и ответил. А тебе, разумеется. Как самочувствие? Живой. Значит, дело совсем плохо. Игорь Олегович снова отпил кофе и продолжил. Ты сказал, что уволился. Я правильно понимаю, что ты больше не хочешь у нас работать? Я кивнул. Отлично. С чем это связано? Ты нашел другую работу? Нет, я просто не хочу больше работать в конторе. Игорь Олегович еще отпил из чашки и поерзал немного на табурете, устраиваясь поудобнее. Вот что. Давай по-честному. Я приехал к тебе по одной простой причине. Ты мой лучший сотрудник. Ты один можешь обрабатывать семь, а то и десять клиентов одновременно. Ты сам знаешь, что это значит. Тем более при нашей вечной нехватке людей. Знаю, буркнул я. Поэтому я не могу позволить себе потерять тебя. Соответственно, я хочу, чтобы ты остался. Нет. Я не хочу. Игорь Олегович глотнул кофе, аккуратно поставил чашку на стол и спросил. С чем это связано? Я обязан отвечать? Отнюдь. Мы же не в армии все-таки. Я так поинтересовался. Внезапно он наклонился и заклинул мне в глаза. На случай, если ты хочешь мне что-то сказать. Никогда еще я не видел у шефа таких глаз. Они были похожи на пустыню. Злую, пронзенную насквозь беспощадным солнцем. Но в то же время где-то в глубине угадывался оазис. Где-то. В глубине. Я сглотнул и отвел взгляд. Ладони вспотели. Меня неудержимо тянуло туда, в глубину, к оазису. Игорь Олегович наклонился еще немного и тихо, но очень весомо сказал. Говори. Я знаю, тебе есть что мне сказать. Я попытался отвести взгляд, но глаза шефа не отпускали. Говори, повторил он. Говори. Неожиданно я осознал, что внутри меня бурлит и вскипает целое море слов и эмоций, которые сдерживает только хлипкая дамба страха непонимания. Я сжался, пытаясь удержать это море в себе, но глаза шефа тянули в глубину, в оазис. И дамба рухнула. Игорь Олегович, я больше не могу. Одно и то же, каждый день грязь, кровь, слезы. А зачем? Зачем это все? Кому, черт возьми, это помогает? Что им станется от моей жалости? Что они с ней делать будут? Умершие не воскреснут, заболевшие не поправятся. Беда не уйдет. Это бессмысленно, понимаете? Это абсолютно бессмысленно, бесполезно. Им же бедолагам, им нужна реальная помощь. Лекарства там, деньги, я даже не знаю, что еще. Но не жалость. Что они с ней могут сделать? На полочку поставить? Любоваться по вечерам и стирать пыль? Что проку от нашей работы, если у человека ничего не меняется? Я несколько дней назад мальчишке помог. Он упал на остановке и расквасил нос. Вот как есть, помог. Без кристалла этого дурацкого, без компьютера. Подошел, блин, и помог. Делом. Простым, осязаемым делом. Вот чем мы должны заниматься, понимаете? Оказывать реальную помощь. Конкретную. От соплей ваших у меня уже, тебе не знаю, меня блевать тянет. Я вскочил и зашагал по кухне, рубя воздух ладонью. Вся наша работа — это миф, иллюзия, дело. Красивая картинка, которая позволяет вам, а мне позволяла раньше, прикидываться, что вы занимаетесь чем-то полезным. Черт, а с два. Ни хрена полезного в нашей работе нет. Ничегошеньки. Не вот такой вот малюсенькой капельки пользы. Мы вьем. Себе, им, всем. Наша контора — такое пристанище для последних романтиков, которые себя в жизни не смогли найти, и поэтому теперь занимаются всякой ерундой. Не, хватит. Я уволился, и не жалею об этом. Я еще что-то говорил, и Белых молчал, опершись подбородком на сцепленные пальцы рук. Скажи, Вася, а ты в Бога веришь? Неожиданно спросил он. Чего? В Бога, говорю, веришь? Ну, это... Меня крестили в детстве. В православии. А, собственно... Я не о том, перебил меня Игорь Олегович. Половина Москвы крещеная, а в церковь постоянно ходит полтора человек. Я спрашиваю именно про веру. Ты в Бога веришь? Ну, не знаю. Наверное, есть там что-то, что управляет нами. Так, наверное, или действительно есть? Да не знаю я! Есть, нету, какая разница? То-то и оно кивнул, Игорь Олегович. Не чувствуешь. Он потер переносицу и продолжил. Знаешь, у меня есть друзья, они староверы. Так вот, они никогда не бывают одиноки. Я хочу сказать, что даже когда они одни, он или она, или их дети, они все равно не одиноки, понимаешь? Нет. А к чему вообще вы об этом говорите? Игорь Олегович подошел к окну и с минуту хмуря брови смотрел на поток машин. Не знаю почему, но я не мог поторопить его с ответом. Это было как-то неуместно. Не знаю, помнишь ты или нет, наконец ответил шеф, но у Высоцкого была в одной из песен такая строчка «Купола на Руси кроют золотом». Знаешь, как он это объяснил? Я мотнул головой. Шеф, понимающий, кивнул. Строчка продолжается так, чтобы чаще Господь замечал. Вот, чтобы замечал чаще. Игорь Олегович снова умолк. Потом повернулся ко мне и сказал «Иногда мне кажется, что он перестал замечать очень многих. Или, если по-другому, это они перестали замечать его. Ты не замечал? Наши клиенты ведь все очень одинокие люди, вспомни. Все, с кем ты работал, одиноки. В тот конкретный момент или вообще по жизни не важно. Важно, что им не с кем было разделить свою боль. Думаю, ты знаешь, как это, когда даже пожаловаться некому». Игорь Олегович подошел к столу, отпил кофе и сказал, держа чашку обеими руками «А мои друзья не бывают одиноки». В смысле, что даже если они, он, они или кто-то из их детей остаются одни, они не бывают одиноки, понимаешь? Одни, но не одиноки. Потому что они всегда чувствуют рядом с собой Бога. Всегда чувствуют его поддержку, его жалость, его любовь. Шеф снова посмотрел в окно, проводил взглядом какую-то машину и продолжил. «А другие, те, которые не верят, лишены всего этого». Вот и приходится нам с тобой брать на себя его функции. Именно поэтому им нужны мы. Не знаю почему, но так уж получилось, что мы единственные, кто может быть рядом с ними в самые тяжелые моменты их жизни. Он замолчал и допил кофе. Поставил чашку на стол и нажал кнопку на электрочайнике. Потом насыпал себе из банки пару ложек кофе и кинул несколько кусков рафинада. Я молчал. Не то чтобы нечего было сказать, но я чувствовал, что сейчас не мой черед говорить. Потому что Игорь Олегович еще не закончил. И правда, налив себе воды из закипевшего чайника, шеф снова заговорил. «Вот ты, Вася, говоришь, что мы на самом деле ничем им не помогаем». Мне это знакомо. В конторе абсолютно каждый задавался вопросом, а какая от нашей работы польза? Потому что очень сложно работать не в виде результата. Строитель видит дом, построенный его руками. Рабочий на заводе выпускает с конвейера новенькую машину. Художник может любоваться своей картиной. Даже учитель, чья профессия уж на что не предполагает результата. И тот может через пару десятков лет гордиться своими учениками. А мы не можем. Это специфика нашей работы. Потому что и возникает такое страстное желание помочь им как-то по-настоящему, как говорил Карпович. Но как им поможешь? Ведь невозможно всем дать все. Потому что всех много, а всего мало. Мы не можем решать за них их проблемы. Иначе они все, понимаешь, все до единого окажутся на нашей шее. И нам, всей конторе, придется жить за них. Но я даже не знал, что сейчас скажу. Просто очень хотелось возразить. Хоть что-нибудь, лишь бы не смолчать. Игорь Олегович остановил меня жестом. Погоди, я еще не все сказал. Мы не можем помочь им делом, потому что свои проблемы они должны решать сами. А мы просто находимся рядом, чтобы они не чувствовали себя одинокими. И что, все-таки возразил я, от этого что-то меняется? Шеф подошел к холодильнику, подвигал магниты, помолчал и сказал. Палашевич как-то перед самой смертью тоже меня об этом спросил. Я тогда не смог ответить. А теперь могу. Он вздохнул и начал. Представь себя на месте любого из наших клиентов. Тебе сложно, больно и плохо. Все тебя бросили, ушли куда-то. Где тебе черпать силы, чтобы справиться с ситуацией? Где найти поддержку? Где получить хоть немного веры в себя? Если в этот момент мы принимаем этого человека как клиента, то он вдруг чувствует, что он не один, что рядом с ним кто-то есть. И этот кто-то верит в него. Поддерживает. Даже не словом, а просто присутствием. Игорь Олегович взял дипломат и достал оттуда несколько листов. Смотри, протянул он их. Это результат итогов деятельности нашей службы за три года с момента начала эксперимента. Особое внимание обрати на график номер три. Это на следующей странице. Я посмотрел. Кривая графика плавно росла до года, когда мы заработали. Потом резкое падение. Надпись под графиком гласила «Количество самоубийств по Москве и области». Да, именно так, подтвердил мою догадку Белых. За три года количество самоубийств в Москве и области снизилось наполовину. Можешь себе представить? Это ведь не просто цифры, это люди. Это спасенные жизни, и многих спас ты. Это достаточный ответ. Я медленно кивнул. Ответ действительно был исчерпывающий. Вот и хорошо. Игорь Олегович поднялся с табуретки и достал из внутреннего кармана пиджака конверт. Это банковская карта. Там сейчас лежит 90 тысяч рублей. С этого месяца мы поднимаем зарплаты. Откуда деньги? Он сейчас собирает много средств. Вдобавок мы удачно вложились в акции, и наши резервы сильно выросли. Кроме того, эксперимент идет удачно, ты сам видел, и теперь наверху решили, что уже можно отказаться от зарплаты наличными, поэтому мы переходим на карточки. Ты, кстати, получил первый. Остальным выдадут только через две недели. Но я не закончил. Разреши, я договорю. Да, конечно. Так вот, это твое жалование за месяц. Независимо от того, останешься ты у нас или нет, тебе каждый месяц в течение полугода будет начисляться эта сумма. Шеф поднял дипломат и пошел в двери квартиры. Мой тебе совет, Вася, сказал он, что держась за ручку. Съезди, наконец, куда-нибудь в отпуск. Вдохнув последний раз утренний воздух, наполненный весело пляшущим тополиным пухом, я нырнул в метро. До работы езды всего 25 минут, поэтому можно не торопиться. Я успеваю. В самом низу лестницы меня настигла СНС-ка от Насти. Я тебя люблю. Ты мой самый главный мужчина в жизни. Я не стал писать ответ, просто набрал ее номер, и Настя ответила сразу же. Я тебя тоже люблю, сказал я. Давай пойдем в ресторан. На Большой Никитской есть отличное место, настоящая белорусская кухня, очень уютно. Пойдем туда. Настя согласилась. И пожелала мне хорошей смены. И ее голос был теплым. А всего-то стоило набраться смелости, прийти и рассказать ей все как есть. Про работу, про то, что на близких порой не остается сил, если отдавать их другим. Про то, что я дурак и трус. И про сны, в которых она улыбалась и тянула ко мне руки. Это было сложно. Еще сложнее оказалось выслушать то, что говорила она. Ее боль, ее обиды, ее страхи. А потом было хорошо. Я вошел в метро. Людей в вагоне было немного, поэтому удалось сесть. Включив звук в наушниках погромче, чтобы перебить гул метро, я погрузился в чтение. На Комсомольской в вагон разом завалила плотная толпа. Сразу стало душно и тесно. Кто-то наступил мне на ногу, и волей-неболей пришлось оторваться от книги. Надо мной стояла молодая женщина с грустным лицом. Одной рукой она держалась за поручень, а другой придерживала огромный живот. Я тут же вскочил и уступил ей место. Она облегченно вздохнула и осторожно присела, по-прежнему держа руку на животе. «Девятый месяц!» — смущенно улыбаясь, зачем-то пояснила она. Я ее не слушал. Просто смотрел на красивое лицо, которое враз перестало быть грустным. Удивительно, что такая мелочь подняла этой женщине настроение. Я улыбнулся женщине, мол, все нормально, так и надо, кивнул и стал пробираться ближе к выходу. Не то, чтобы я не мог остаться там, выходить-то только через две станции, просто не хотел ее смущать. Выйдя из метро, в подземном переходе, я столкнулся со старушкой, опирающейся на тележку с какой-то кладью и просящей смотрящей на проходивших мимо. У лестницы не было полозьев для колясок, и бабушка не могла сама поднять тележку наверх, а люди не обращали на нее внимания. «Вам помочь?» Бабушка закивала и затороторила. «Ой, сыночек, помоги, пожалуйста, сил уже нет, из Сергея у посады еду, умаялась совсем!» Я вынес тележку наверх. «Ой, спасибо, дитя-то!» – запричитала старушка. «Я бы без тебя не знаю, как справилась бы!» «Да не за что, бабушка, не за что! Вы будьте здоровы!» Старушка еще что-то говорила, но я уже шел дальше. Все-таки надо научиться принимать благодарность как следует, а не так вот через плечо. Ну да ладно, не в последний раз. Мы работаем по одному в маленьких комнатках. Это нужно для того, чтобы мы не фанили, не мешали друг другу. Такое случалось раньше, когда мы сидели в одном зале, разделенные только невысокими перегородками. Тогда импульсы одного, особенно если случай был сложный, человек работал на пределе возможностей и могли начисто перебить импульсы всех остальных. У меня так случалось дважды. Поэтому нас рассадили в разные комнаты, предварительно изолировав их от излучения. Я сел в кресло, включил компьютер, и пока загружалась операционная система, приладил на голову обруч с датчиками, которые передавали импульсы от мозга на кристалл, установленный в отдельном помещении. Через него мы и работали. Компьютер лишь очищал и усиливал сигналы, а всю остальную техническую часть делал кристалл. Он действительно был кристаллом, синтетически выращенным рубином, неправильные формы и аномальными свойствами. Собственно, благодаря последним и работали. Почему и как действовал кристалл, откуда в нем эти аномалии появились, мы не знали. Подозреваю, не знало и начальство. Из тумбочки рядом со столом достал бутылку с водой. Во время работы обязательно нужно что-то пить. От постоянного стресса часто пересыхает горло. Одни предпочитают соки, другие – чай, третий – квас. Я пью просто воду. Я надел наушники и включил музыку. Это тоже важная часть нашей работы. Музыка дает энергию, поддерживает рабочее настроение. В последнее время мне стали нравиться саундтреки к романтическим комедиям, типа «Бриджит Джонс» или «Реальной любви». Теперь работать. Я открыл Excel. Кристалл улавливал импульсы, излучаемые мозгом каждого человека в радиусе почти сотни километров, подавал их на компьютер, тот расшифровывал данные и выводил собранную таблицу, содержащую всю нужную информацию. Итак, что у нас есть? Девушка, с чьим парнем переспала ее же лучшая подруга, за что теперь умоляет простить, но за ее словами отчетливо чувствуется плохо скрываемое злорадство. Студент, который не подготовился и завалил экзамен, а сейчас боится, что придется идти в армию. Пятилетний мальчик, чьи родители разводятся, а он не знает почему и считает себя виноватым в этом. Бизнесмен на предприятие, которого сегодня наложили большой штраф, а жена вчера ушла к другому. И так далее, и так далее. Люди, у которых случилась беда, конфуз, неприятность, трагедия. Люди, которым в эту секунду плохо, одиноко, больно, тоскливо. Люди, которых некому пожалеть, кроме меня и моих коллег. Мы не можем помочь решить их проблемы, но мы можем дать этим людям самые ценные в мире ощущения. Ты не один, мы рядом. Пожалуй, лучше начать с мальчика. Несколько глубоких вздохов, и я ухожу в транс, полностью растворившись в музыке и эмоциях. И через несколько секунд где-то в Москве маленькому мальчику, который плакал, забившись под стол в своей комнате, показалось, что он не один. В комнате никого не было, но ребенок чувствовал себя так, словно кто-то большой, сильный и добрый гладит его по непослушным вихрам теплой ладонью. И мальчику стало легче. Немного, совсем чуть-чуть, но легче. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»